И снова всем здравствуйте! Сегодня 12 июня, 22 год и сегодня антикварный рынок. Ну что я сделаю? В афишах у них написано антикварный рынок. Вчера была барахолка. Вот, кстати, сумочка вчерашняя. Не купили ее за вчера. То есть вчера была барахолка, а сегодня антикварный рынок написано. И сегодня в центре, вчера было в старом городе. Опять прицепила телефон и снимаю скрытой камерой. Здесь у нас бижутерия, стол с бижутерией. Вчера его не было. Она приезжает то ли с Франции, то ли откуда-то с продавщицей. В общем, я тут зависла на этом столе. У нее всегда интересно. Всегда. И она не с нашего города. Ну, раньше, конечно, было намного интереснее. Ну и сейчас тоже можно кое-что покопаться. Вот там вот я выбираю, смотрю. Бижутерия. Вот у нее там винтажная. Ну, сейчас старинная, редко, редко попадается. Конечно, в основном все винтажная. Вот никак не рассчитала, вот где у меня телефоны, куда показывать. Вот как-то так вот получается. Там у нее бижутерия от одного еврика и выше, выше, выше. Ну, то есть, когда чем больше набираешь. Вот это вот я, значит, взяла бужью коровку. Потом объясню, зачем. Понравилась она мне. Хотя, конечно, никакой ценности она не представляет. Вот это вот мне тоже понравилось. Ну, в общем, там, я говорю, я зависла. У меня глаза разбегаются. И я там начинаю копаться. Все. И еще что хорошо. Жара 30 градусов. Плюс влага. У продавцов, в общем, у бедных, у них, конечно, уже все там плавится. И мозги, и все на свете. И поэтому они очень легко торгуются. Рыбка была такая какая-то деревянная, что ли. Ну, в общем, я что-то все хватало, хватало. Что-то мне прям и то понравилось, и то понравилось. Вот. И вот я говорю, я люблю ходить на рынок, когда либо идет шторм. Вот это вот. Ну, там было не хватало, не хватало там подвесочек. Либо шторм, либо жара. Легко торговаться тогда, и они отдают подешевле. Ну, в общем, тут такой какой-то бижутерный рай называется. Даже не то, что купить. Вот, вот эта штука меня что-то прикольнула. Не знаю. Покрутила дерево. Ордеко, ну, положила. И это, я так поняла, что какой-то крючок. Не знаю для чего. И какая-то еще петелька. Вот такой вот какой-то петушок. Тут у нее вот ложечка тоже какая-то, латунная, по-моему. Ну, очень жарко, очень. Это я. Это я нашла адрес клип. Да. Я, кстати, здесь сделала покупки. Я потом покажу, что я купила. Вот. И нашла еще сережку тоже. Одна. Одна была сережка такая. Ну, вот у нее там и статуэтки, и бусы, и вазочки. В общем, я оттуда еле отлипла. Это другие столы. Тут уже не такие кайфушки в ценах. Тут уже подороже. Вот картины. Керамика. Стулья вот такие вот. Вчера вот видели такой стул, а сегодня вот такие вот стулья. Много столов, которые были вчера, конечно, одни и те же. Вот это, кстати, домик. Вот внизу стоит. И это вешать на стену, и туда можно на всякую сувенирную продукцию. Там, кто коллекционирует маленькие там какие-то вещи. Вот опять тут бижутерия. Но здесь уже дорого. Я говорю, многие столы, которые были вчера на барахолке, сегодня переехали на антикварный рынок. Я не понимаю, в чем отличие. Ну, больше. Больше столов сегодня. Керамика. Это, по-моему, была российская производительность СССР. Но я спросила, дорого. 20 евро просил. Это вот вчера было по 3 евро всякие шарфики. Вчерашние. Вот этот стол вчера был с бижутерией. Фарфор, стекло, трости. Такие деревянные интересные трости с какими-то интересными набалдажниками. Весла, пожалуйста. Покупают картины. В основном покупают украшать либо кафе, либо какие-то ресторанчики в каком-то стиле. Вот так лобля. Никто ее не купил. Уже сколько вот она. Они покупают. Вот это люлька, по-моему, или. Эмалированные вот ведра тоже. Покупают декорацию. Вот лестница там была. В сад декорацию. Опять вот эти вот металлические, медные, латунные изделия. От 5 евро. Там прям маленькие. Маленькие от 5 и высылыш. Вот это, кстати, такие старые, короче, тапки. 20 евро стоили. Я сперва своим глазам не поверила. Всех в пыли. А это винил. Оля. Это винил. Ну, я, конечно, в этом ничего не понимаю. Ну, полно его. Цены тоже разные. Я спросила, они говорят, что покажи, мы тебе скажем. Вот. Бутыли такие вот. Кока-кола. Здесь начались коробочки. Здесь, по-моему, по 2 евро все в коробках. Здесь я покопалась. Мне вот эта рамочка понравилась. Я все время рамочки вот эти старинные, ну, старые, собираю для фотографий. Ну, это что-то она мне, почему она, что она мне не понравилась. Она мне не понравилась, то, что стекла у нее не было. Вот. И она была не деревянная, а пластмассовая. Здесь вот тоже всякие керамические чашки. А вот здесь по 1 евро. Это я вчера, где у меня телефон выключился. Это вот та же коробочка. Вот эта вот подставка интересная. Это значит подставки под стаканы. Ну, тоже покрутила, не взяла. Вот монеты по 1 еврику. Здесь из камней натуральных украшения. Гобелен старый. Здесь у нас открытки по 50 центиков. И вот такая вот нагревательная печка. Свечки туда ставить. Открытки по 50 центиков, да. Ну, так, посмотрела, ничего интересного. О, вот такой вот брутальный сундук. Прям, конечно, декорация шикарная. Кому вот надо. Телефоны. Какой прилавок. Разные телефоны. И бакелитовые. А здесь проигрыватели. Вон можно купить винил. И сразу проигрыватель. Пожалуйста. Так, это значит, он был разделен на две части. Я была вот там. И теперь вот в другой стороне. Здесь это другой как бы разделенный рыночек. Всякие тоже статуэтки, по-моему. Нефритовая лошадка была. Фарфор, по-моему, китайский, японский. По 5 евриков тарелочка. Здесь был прилавок стиль прованс. Вот это вот цикады. Это как вазы на стену вешать. Очень модные они. На французский стиль. Здесь тоже. Вот они здесь вот как под навесом. Но здесь у меня, по-моему, начал его телефон плавиться. Вот игрушки продают тоже, по-моему, винтажные всякие диснеевские. Тоже бижутерия. Но здесь у меня, вот я говорю, уже по-моему, начал плавиться телефон. И я вместе с ним уже от этой жары. Здесь оно не столько винтажное и старинное, сколько такое всякое. Вот по одному евроку всякая бижутерия современная. Книги. Книги никому не нужны. Здесь фарфор. Но я в фарфоре ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Я понимаю только красиво, не красиво. Ну, разный был. Английский был фарфор. Но я видела там всякие статуэтки деревянные. Вот что-то такое, мне кажется, в индийском стиле. Это вот коллекционируют машинки. Кто машинки коллекционирует? Даже вот каски. Маленькие каски. Статуэтки. Тоже вот интересные. И керамические, и фарфоровые. Машинка. Швейная машинка Зингер. И сзади два бутыля. И сзади два бутыля. И сзади Деньга. Я знаю. Это или нет, но в дне трях. Ты отдох. Вот это нет. И данные недостатки.